Второй раунд! Бой! Поддержим девчонок, друзья! Не жалеем ладони! Они не жалеют себя целиком! И все поддержки! Аня, пей! По ногам! Стуком топоров и мячей открывается рыцарский чемпионат Кубок Динамо. Такое зрелище вы нигде не увидите. Здесь десятки команд из 17 стран. И бои проходят нешуточные. Аграду во время турнира приходится держать палками. А судьи всегда готовы разнять особо буйных участников, которые не соблюдают правила. То есть запрещены колющие удары, запрещены болевые приемы на удушение. Если это бои один на один, разрешены все удары оружием, все удары кромкой щита, удары ногами, локтями. На турнирах бьются не только мужчины. Для женщин тоже есть номинации. И воительницы ничем не уступают бойцам. Также облачаются в доспехе и борются за звание победителя. Хотя для Екатерины Бочерко, как и для всей ее команды, есть и свои трудности. Я, допустим, маленькая ростом, мне немножко тяжелее. У нас есть девочки высокие, которые могут сверху продавливать противника, захватывать, прогинать. То есть у нас у каждого своя определенная роль, которую мы в силу своих физических возможностей подготавливаем и тренируемся именно на этот план. Обязательный атрибут для каждого участника – средство защиты. Настоящие доспехи рыцаря. Как и в далеком средневековье, костюм может весить до 50 килограммов. Такой же лесной экипировки бойцы выдерживают целый день чемпионата, а не только битвы на турнирах. Помимо средневековых костюмов, каждый участник готовит себе вот такой деревянный щит, чтобы отражать удары противника. А также меч. Он специально затуплен, чтобы не ранить соперника. Мой весит где-то килограмм-полтора. И биться с ним совсем нелегко. Во время турниров напряжение между бойцами только растет. Участники нередко перестают себя контролировать и травмируют соперников. Поэтому рядом всегда дежурит скорая помощь. Но такая реалистичность боев только привлекает публику. Я очень удивлен, насколько сильно вообще сражаются бойцы в полную силу. То есть даже отрывается экипировка и так далее. Это очень эффектно выглядит. И в основном даже иногда нет слов. Ты как бы стоишь просто на эмоциях так вау. Зрители привлекали не только зрелищные бои, но и история оружия. На выставке алебарды, мечи и даже современные автоматы. Для активных гостей нашлось и свое развлечение. После турниров так и хочется поучаствовать в бою. Поэтому для зрителей приготовлено вот такое оружие. И любой желающий может сразиться друг с другом. Командный дух не просто слова для клуба Берн. Он не первый год завоевывает Кубок Донжона, главный приз чемпионата. В женских боях победила команда с русским названием Катюша. Но даже после турнира рыцари не расслабляются. Завтра они снова возьмут мячи, чтобы начать готовиться уже к следующему чемпионату. Кубок Динамо 2019. Алена Тихонова, Екатерина Губернаторова, Учебное телевидение МГУ.